Только покупатели привыкли к продуктовому эмбарго, как обмен санкциями возобновился в новом году. На этот раз с прилавков исчезли украинские товары. Общественность к новости отнеслась по-разному. Приморцы разделились на тех, кто осуждает и тех, кто сочувствует. А кто-то и вовсе не заметил перемен. Даже очень хорошо. Почему? Ну, потому что такое отношение должно быть и ответное отношение. У него само украинские корни, поэтому и для меня это просто как больной вопрос. Поэтому я только рад буду, если у нас будут украинские товары, а у них будут наши товары. С 1 января они исчезли с прилавков. Ощутили разницу? Не ощутила разницу. Доля украинских товаров на приморском рынке невелика. В основном это бытовая химия, алкоголь, молочная продукция и кондитерские изделия. Так что новый запрет приморцев почти не коснется. А вот нашим фабрикам он даже на руку. А для тех, кого все-таки застанет ностальгия по украинским конфетам, отечественный производитель уже подготовил аналоги. Например, бешеную пчелку на прилавках заменил очумелый шмелек. Эмбарга 2014 года давно сыграла в пользу Беларуси, Китая, Казахстана и других стран. Их продукция заменила санкционные сыры. Еще тогда многие крупные сети отказались и от украинских продуктов. На всякий случай. Поэтому владельцы торговых сетей уверяют, запрет 2016 года на цены никак не повлияет. Цены останутся на уровне прошлого года. Значительных скачков цен не предвидится. Потому что работаем мы с нашими проверенными, серьезными поставщиками. Экономические эксперты на ситуацию смотрят не так оптимистично. В других регионах, тех, что поближе к Украине, прилавки на порядок опустеют. Фактор увеличения роста цен будет присутствовать. Он будет наиболее заметен на европейской части России. Но Приморский край здесь лишь косвенно это почувствует. Рост цен в отдельных регионах оказывает опосредованное влияние на другие регионы. Все взаимосвязано. Это факт. Повлияет ли эмбарга на рядового приморца, пока говорить рано. Но вот Украины запрет коснется существенно. По оценкам экспертов, счет идет на миллионы долларов.